Автор субтитров А.Семкин Автор субтитров А.Семкин Автор субтитров А.Семкин Автор субтитров А.Семкин В имени Гагарина лоб в лоб столкнулись два Ниссана Скайлайн. В аварии пострадали 4 человека, правда, в больницу отправились только двое. В ходе разбирательства выяснилось, что автолюбителей объединяет не только любовь к одинаковым машинам. О других совпадениях расскажет Мария Дедова. Помощь бригады врачей потребовалась водителю и пассажиру иномарки более позднего года выпуска. Несмотря на безотказно сработавшие подушки безопасности, оба травмировали головы. После предварительного осмотра медик заключил, что дальнейшие манипуляции возможны только в условиях стационара. Наибольший урон нанесен здоровью пассажира, у него черепно-мозговая травма. Чуть менее тяжкий диагноз у водителя – сотрясение головного мозга. Машина скорой помощи приезжала и к водителю второго Скайлайна. В момент максимального натяжения ремня безопасности ему сильно сдавило грудную клетку. Зато его товарища, ехавшего на переднем сидении, ремень спас от тяжелых травм. В момент удара мужчина имел все шансы вылететь через разбившееся лобовое стекло, однако смог удержаться в кресле. Молодой человек жаловался на боль в ноге, но обращаться к врачам не стал, а вскоре и вовсе ушел домой, оставив своего друга наедине с полицейскими. Мужчина заметно нервничал, пока полицейские собирали данные обо всех пострадавших. Мужчина суетился у своей иномарки, купленной всего месяц назад. На все вопросы отвечал неохотно, винил оппонента, внезапно оказавшегося на встречной полосе. На встречку вылетел по какой причине? Что-то помешало или почему по своей полосе не ехал? Что помешало? Вы что не видите, что он на встречку вылетел? Вскоре стала понятна и причина заметной нервозности хабаровчанина. Экспресс-тест на алкоголь показал, что за руль водитель сел, будучи нетрезвым. К тому же экзамен в ГИБДД этот автолюбитель никогда не сдавал. Инспекторы решили провести освидетельствование и второго участника ДТП. 28-летнего военнослужащего, который по предварительной оценке испровоцировал крушение, полицейские ждали у больницы с приготовленным алкотектором. Как выяснилось, водителей Ниссанов объединила не только любовь к одной и той же марке автомобилей. Второй автолюбитель тоже оказался пьян. Материалы об аварии направлены в отдел дознания. Разбитые скайлайны нуждаются в серьезном ремонте. С места происшествия Мария Дедова, Мария Склярова и Степан Симонов. Три человека пострадали в аварии, которая произошла в среду днем у села Скворцова на шоссе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Здесь столкнулись две легковые машины. На одной из них из краевого центра домой возвращалась целая семья. В иномарку жителей Амурского района врезался встречный шофер. На месте аварии спасатели, пожарные, медики и сотрудники ГИБДД. Бронмейстеры смывают с проезжей части топливо. Врачи в машине не от ложки осматривают пострадавших. Люди выбрались из салонов автомобилей самостоятельно. У самого взрослого, 74-летнего пассажира Ниссана Блюберт, травма головы, рассечено лицо. А вы сзади сидели, да, в автомобиле? Нет, рядом. А откуда другой автомобиль появился, видели? Нет, я сейчас обратился в воде. Зато 30-летний сын мужчины, находившийся на водительском кресле, маневр оппонента на Тойоте Короле видел воочию, но едва ли мог что-то предпринять. 23-летний водитель белого седана, зацепив гравийную насыпь на обочине, мчался в его сторону уже практически боком. Ехал навстречу, мне уже боком на меня летел. Водитель? То есть, где-то раньше вас занесло где-то, да? Да, на моментально, сквозь полосы на меня. А вы ехали в сторону города? Я ехал в Амурск. Алкоголем пахнет от водителя? Отец и сын возвращались домой в город Амурск. Вместо этого попали в больницу. Действительно ли водитель Королы сел за руль нетрезвым, будет установлено в стационаре. В больницу его доставили с травмой головы. С места происшествия Анна Карпова и Павел Рогатин. Неподалеку от жилкомплекса «Дендрарь» около полуночи разбил машину своего брата 21-летний хабаровчанин. Развеселый водитель стал объектом внимания полицейских после звонка очевидца, который наблюдал крушение. Однако после приезда патрульного экипажа нарушитель делал вид, что совершенно непричастен к ДТП. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Занимательные истории молодой человек блестяще придумывал на ходу, но ровно до того момента, пока не понял, шутки могут закончиться арестом машины. В итоге юноша во всем признался. Он ехал со стороны Волочаевской улицы и собирался свернуть на Слободскую. Просто не рассчитал скорость, с которой нужно было вписать машину в поворот. Отвлекла его очаровательная блондинка, ехавшая в Тойоти Витс параллельно его машине. Она настолько понравилась молодому человеку, что его внимание оказалось рассеянным. На трамвайных путях седан поскользнулся, словно корова на льду. Выписывая неуклюжие пируэты, Тойота налетела на бордюр и с грохотом врезалась в столб. Водитель был абсолютно трезв, но это не снимает с него вины за ДТП. Ремонт световой опоры ему все же придется оплатить. Словно поощрив чистосердечное признание, полицейские не стали арестовывать разбитую иномарку. С места происшествия Кирилл Новиков, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. Разбитое сердце и машина. На проспекте 60-летие октября автолюбительница, расстроенная изменой любимого, выпила и, сев за руль, попала в ДТП. На Тойоте Карине она врезалась в КАМАЗ муниципального трамвайно-троллейбусного управления. Он стоял посреди дороги, а на его крыше с проводами работала ремонтная бригада. Бригада вела плановую замену контактной троллейбусной сети. Большая оранжевая машина стояла посредине дороги. Не заметить ее, казалось, было просто невозможно. Но девушка настолько погрузилась в свои переживания, что потеряла всякую осмотрительность. Первым под колеса Тойоты Карины попал световозвращающий оранжевый конус, выставленный за несколько метров от места работ, специально для привлечения внимания водителей. Свою задачу он частично выполнил. От этого места и начался тормозной путь машины. Визг тормозов был предупреждением для работавших наверху. Тормоза услышал, что оттормажившийся, повернулся, ну и все, визг тормозов, удар, все. Машина пошла вперед, катнулась, прям чувствительно было. Ну, попадали, люлька, ограждение, ну, никто не выполнил ничего. Еще один свидетель краш-теста бордовой Тойоты наблюдал происходящее с обочины. Я врезалась в машину, прямо в месяц малый, пара, мост ушел полностью. А с большой скоростью ехала? Ну, я не знала, сколько она летела, но у нее с большой скорость летела. Причина, по которой девушка находилась в рассеянном состоянии, для нее была весьма болезненна. Утром вторника она вернулась в город и узнала нечто, перевернувшее ее мир. Я у смены узнала, и сегодня прилетела, я узнала о смене. На реакцию автолюбительницы повлияла не только сердечная драма, но и некоторое количество алкоголя, которым девушка заливала горе за три часа до поездки. За почти пятилетний стаж вождения – это ее первая авария. За руль барышня села, чтобы уехать к маме в поселок Хор. С места происшествия – Евгения Куликова, Мария Склярова и Степан Симонов. Необычные и курьезные события в третьей части выпуска смотрите далее в нашем обзоре. Механизированная атака. На территории рынка Выборгский тракторист наехал на китайского носильщика после того, как тот отказался освободить дорогу. Замерз и взломал. В Краевом молодежном центре «Контакт» схвачен житель Биробиджана, который ночью забрался в подсобное помещение и лег спать среди веника.